С 1 октября в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, начался осенний призыв в ряды российских вооруженных сил. В Черкесии прошла пресс-конференция, где на вопросы журналистов республиканских СМИ ответил военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Байлобородов. Подробности у Али Баташева. Осенний призыв на срочную службу продлится до 31 декабря. В этом году армию нашего государства пополнит около 400 человек из нашей республики в возрасте от 18 до 30 лет. Отправлять призывников со сборных пунктов в 2024 году хотят уже с 20 октября. Затем они будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, соединений воинских частей на территории России. Также продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений. Но чтобы попасть в них, необходимо соответствовать определенным критериям, отметил военный комиссар. Службы они будут проходить в рядах вооруженных сил Российской Федерации, войск национальной гвардии и министерства через ситуацию. Также хочу сказать, что в Министерстве обороны продолжается формирование военно-научных рот. И три наших призывника прошли конкурсный надбор и будут проходить службу в военно-научных ротах. К участию в специальной военной операции срочники привлекаться не будут. Срок службы составит 12 месяцев. В этом году Министерством обороны принято решение, позволяющее улучшить качество призыва. Так гражданам, которые поступили у нас в учебные заведения, на призыв являться лично необязательно. Хватит того, что они направят свои документы, подтверждающие то, что они проходят обучение, и получить отсрочку. Также рассматриваются вопросы о досудебном решении вопросов через сайт «Портал Госуслуг». В период нахождения на сборном пункте призывники будут полностью обеспечены форменной одеждой и горячим питанием. Весенний призыв республики прошел своевременно и качественно, отметил военный комиссар. Али Баташев, Вести Карачаева, Черкесия